Нью-Йоркский автосалон в этом году совпал с шанхайским, и пока в Китае автопроизводители представляют свои концепты и электрокары, в Америке представлены более приземленные, но не менее интересные машины. Новое поколение Toyota Highlander переехало на современную модульную платформу TNGAK, которая предполагает подвеску Макферсона спереди и компактную многорычажку сзади. Узов стал жестче, центр тяжести ниже. Улучшена шумоизоляция. Габаритная длина выросла сразу на 6 см. Теперь от бампера до бампера без 5-5 метров. Пространством воспользовались задние пассажиры. Теперь второй ряд двигается взад-вперед на 3 см. И вместо двух разделенных кресел можно заказать трехместный диван. Третий ряд сидений стал шире и тоже вмещает троих. Итого 8 пассажиров. Багажник американской версии Highlander увеличился на 65 литров и теперь вмещает 456. В салоне улучшены материалы отделки. Дорогие исполнения получат центральный дисплей диагональю 12,3 дюйма. У версии попроще, экран будет 8-дюймовым. Двигателей пока заявлено два. Базовый атмосферный V6 3.5 тот же, что и в прошлом поколении. Мотор выдает 299 л.с. и 357 ньютон-метров крутящего момента. Основной привод – передний. Полный привод с муфтой подключения с задней оси предложен за доплату. А самые дорогие версии получат систему управления вектором тяги и индивидуальные многодисковые муфты для задних колес, как и у новейшего кроссовера RAV4. Представлен и гибрид. Четырехцилиндровый мотор 2.5 и пара электромоторов развивают 243 л.с. По умолчанию гибридный Highlander переднеприводный, а задний привод с отдельным электромотором – опция. Будут ли другие модификации, мы пока не знаем. Бензиновый Highlander в Америке начнет продаваться в декабре, а гибрид задержится до февраля 2020 года.